Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня я хочу показать и рассказать вам про эти новые сорта орхидеюшек, а также дать практические советы по уходу за ними, когда вы приносите их и уже постепенно начинаете осваивать и адаптировать к новым домашним условиям. Итак, мы начнем с первой представительницы, и именно на ее примере я бы хотела дать некие нюансы по уходу. Первая орхидейка это ванилла лайнс, то есть ванильные палочки, ванильные точки. Касаемо основных условий для ухода с такой орхидейкой после момента покупки, это то, что, обратите внимание, субстрат, или же называют его земляной ком, он достаточно просушен. Именно поэтому вы должны четко для себя понимать, что такую орхидею вы просто не имеете права поливать привычным и удобным. Наверное, полюбившуюся для вас способом методом погружения. Почему? Потому что, как вы знаете, ко всему нужно приучать постепенно, иначе будет достигнут обратный эффект. Например, такой орхидеи сначала для всего, прежде всего, лучше просто обойтись и ограничиться методом опрыскивания. Возможно, вам понадобится больше воды, чем вы используете для этого обычно. То есть рассчитывайте, что зону прикорневую вы будете опрыскивать более тщательно и для того, чтобы корни вобрали в себя нужное количество влаги, но тем не менее они не перенасытились и не взяли в себе лишнюю влагу, которая и приведет, например, к загниванию. Именно поэтому, если вы покупаете орхидеи кусы, немножечко подсушенные с корневой системой, но, обращаю ваше внимание, не засушенные, потому что, если корневая орхидейка будет засушена, то в таком случае необходимо просто доставать ее из горшка, пересаживать и удалять пораженные участки, потому что такие корни, они не будут способны усваивать то количество влаги, которое вы будете давать, даже пускай это будет небольшое количество, и в конечном счете эта система будет просто неработоспособной. То есть она начнет гнить, загнивать, начнет развитие грибковых заболеваний или любых других вирусных. Как сами понимаете, все это приведет к тому, что орхидейка в скором времени отсветет и вообще начнет болеть. То есть отсветет это еще, как говорится, не худший зол, то есть в принципе это еще можно обойтись легким испугом. Самое главное это здоровье растений, именно поэтому я очень сильно настоятельно вам рекомендую вот такие орхидейки, которые, видите, вот им достаточно просто напитать их влагой, и все эти цветочки, которые немножечко кажутся такими подуставшими, они воспрянут вновь. Именно поэтому обращайте на это внимание. Лучше всего использовать живую воду, 1 столовая ложка перекиси водорода на 1 литр воды. Янтарную кислоту можете применить как стимулятор роста. Тоже 1 таблетка, 2 грамма на 1 литр воды. И также, в принципе, можно было бы хорошо применить чесночную воду, которая является как профилактическим мерой защиты, и также является подкормкой и натуральной таким себе защитой от вредителей, то есть инсектицидом. Но, обращая ваше внимание, сильно на это не нужно делать акцент. Почему? Потому что самым главным ограничением во время цветения всех орхидей является то, что их кормить в этот период просто нельзя. То есть это прямое противопоказание. Поэтому обращайте на это внимание. И если вы не хотите вникать в основные нюансы использования чесночной воды, и видеоролик, кстати, есть на моем канале, то лучше, наверное, не стоит, дабы не допустить ошибки. Но если вы смотрели этот видеоролик и знаете о всех тех предупреждениях, которых я назвала, то значит, тогда смело используйте. Итак, следующая орхидейка, это орхидейка Амаглад Вайт, то есть Амаглад Белый. Самыми главными ее чертами, это, конечно же, является ее губа, ее козырь, ее самое главное, вот, скажем так, отличие от других орхидеек. То есть она не просто желтая, как обычная белая орхидея, она интересна с такими фиолетовыми полосами. И также она, вы знаете, я по украсу бы ее называла, как оранжево-желтая. То есть то, что их характеризует Амаглад. Дальше, следующая орхидейка, это у нас каскад. Вот. Их здесь представлено в двух вариантах. Они заявлены как крупноразмеры и слоники сорта, и гиганты, скажем так. Смотрите, касаемо основных названий сорта, то это идет у нас как звездное небо, старское. И основные характеристики, это, конечно же, мы не можем просто обойти стороной вот эту замечательную губу, которая очень шикарная, весьма приметная, и, конечно же, замечательная. Потому что в беглипчиках всегда красивая губа, а этот, кстати, представлен не как беглип, но, обращая внимание по праву и по внешним визуальным признакам, он практически может называться даже таким. Хотя по сорту он нет такого примечания. Очень красиво. Вот почему его так и называют, звездное небо, потому что все те точки, которые находятся на самом цветочке, они как бы напоминают нам звездное небо, сами звездочки. Вживую это смотрится очень красиво. Кстати, это каскад. Большое количество бутонов еще предстоит раскрыться. Это касаемо основных уходовых каких-то советов для каскадов. Сейчас я сделаю фокус дальше. Смотрите, я бы не стала их как-то выделять в отдельную группу. Единственное, что я могу сказать, то идет уже на ваше усмотрение. Просто мне некогда, когда-то спросили в директ инстаграма, то, что, а можно ли, например, убирать этот каскад, то есть эту дугу, и следующее цветение уже простимулировать, как, например, моноцветение, вот как у этой орхидейки. Просто человек любит, чтобы она была длинной цитоносой. Но скажите, по моему мнению, то, наверное, это будет как-то ошибочно, потому что смысл-то это каскада, если наоборот идет такая вот дуга. Единственное, что я бы могла посоветовать, то не делать из мухи слона, то есть не делать его моноцветением, таким одним цитоносом. Но в случае, как, например, у меня есть орхидейка, тоже, возможно, вы видели на канале, белая, и вот я поступила с ней другим образом. То есть я вот этот каскад дугу саму выбросила, и следующее цветение я его стимулировала как ампельное. И если вы следите за мной в инстаграме, то вы, возможно, видели эту просто шикарную, пышную орхидейку, которая цветет, я не знаю, как, неописуемо красиво, и именно у нее такие грозди цветов, потому что я издала с целью для того, чтобы простимулировать ее цвести именно ампельно. Что вы думаете? У меня это прекрасно получилось, и даже без всяких, либо каких-то дополнительных усилий, потому что орхидейка, она просто, грубо говоря, по своему сорту изначально, как гибрид, вьется. И поэтому нам просто остается выбирать для нее путь дальнейший. То есть или же прицепить такой вот дугостый стонос, или же мы будем формировать именно ампел. То есть на вкус и цвет то, как уже любит, то, как больше всего предпочитает. Итак, двигаемся дальше. И тут мы замечаем очень интересного персикового варианта. Это у нас пиклипчик персик, или же пиклиппич. Если вы наблюдали некоторые, до этого смотрели видеоролики предыдущие, то вы видели там торитониопсис, тенсер и другие пиклипчики очень интересные. Но этот просто, наверное, номер один, вот точно занимает лидирующую позицию. Почему? Я, вы знаете, я люблю любую орхидейку, и ко всем отношусь с любовью, в принципе, нейтрально. Но, конечно же, в какой-то степени любимчики есть. Обратите внимание на этот окрас. Честно, вот вам говорю, как есть. Никаких ни цветокоррекций, ничего. Просто камера и все. Обратите внимание на этот окрас. Вот я пыталась делать фотографии. Вот если вы зайдете ко мне на Винстаграм, вы, наверное, даже не сможете вот как-то узнать эту орхидейку, потому что там камера абсолютно по-другому. Я фотографировала телефон, передает сам оттенок. Вот здесь, кстати, если вы хорошо будете рассматривать, то посмотрите на эту губу, она идет как будто бабочки. То есть, что отличает орхидею бабочки, бабулетку от другой, любой орхидеи. Даже пускай красивая или там просто обычного окраса белая. Это то, что у нее вот эти два боковых, скажем так, лепесточка, они такие вот себе волнистики идут. Чаще всего даже бывают короче, то есть меньше. Именно поэтому создается впечатление, как будто это бабочка. Поэтому мы так все и называем, скажем так, между собой. Вот то же самое я бы хотела сказать про эту форму губы. То есть, помимо того, что это персик, еще, скажем, с губой бабочки, такой вьющейся, или просто сказать ее с рюшами, то все это коктейль незабываемой красоты. И я не знаю, как вам еще можно передать все эти чары этого биглибчика, чтобы вы хотя бы на миг смогли понять, то, что чувствую я, когда рассматриваю это растение. Это большая удача, конечно же, пополнить свою коллекцию подобным вариантом цветочка. А верхний вот бутончик, который вот-вот раскрылся, и полностью, мне кажется, напоминает бабочку. И даже те, кто, наверное, начинает вести свою, скажем так, путь в орхидейном мире, может действительно сказать, что это бабочка. Потому что, ну, очень красивая. Ну что, дорогие мои, не буду затягивать этот видеоролик. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. Пишите свои комментарии, задавайте вопросы. Подписывайтесь на меня в сети Facebook, в сети Instagram и на этот канал YouTube. А также можете задавать любые вопросы по ходу за орхидейками из Тарада. Ответить вам, чем смогу, тем помогу. Итак, с вами как всегда была я, Инна. Всем спасибо большое за внимание. И жду новых встреч на моем канале совсем скоро. Всем пока. А, кстати, совсем забыла и обошла стороной эту орхидейку. Одну секунду, ее уделим внимание. Вот она, шикарная орхидейка под названием Fairy. Fairy. Очень интересное, самое главное, это крупноцвет. То есть, я не знаю, сейчас отдалю обратно камеру. Вот, по бокам идут просто крупноцветы, каскады. Поэтому не так возможно как-то понять, именно их спроецировать. Но, обратите внимание, вот дальше Амаглада идет. У него цветочек, в принципе, меньше среднего, но тем не менее. То есть, очень крупный. Вот вы можете обратить внимание на горшок. Который идет 12 сантиметров. И посмотреть на цветочек. То есть, это очень крупный. И именно это и делает его краша. Ну все, дорогие мои, не буду снять этот ролик. Всем еще раз спасибо большое за внимание. И до новых встреч. Готовлю для вас новое видео. Очень интересное. Поэтому не пропустите. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!